Привет, народ! И если вам понравился этот ролик, то ставим большой палец вверх. А, что, я ещё ролик не показал? Да ладно, вам что, жалко, что ли? Итак, что же случилось? Что случилось? Что произошло? Дело в том, что по секрету китайские производители знают о релизе нового фильма под названием «Бэтмен против Халка!» Вот так вот. Ну, дело в том, что они в палаточке висели друг с другом рядышком, за одну прищепочку прищеплены и смотрели друг на друга в ожидании битвы. Уж не знаю, в какой вселенной Бэтмен мог встречаться с Халком. Ну, наверное, во вселенной созданы китайскими токсичными парами на фабрике. Не меньше. Представляю вашему вниманию «Золотой Бэтмен». Бойся, когда «Золотой Бэтмен» смотрит на тебя так презрительно. Ну, вы поняли. Золотые брови, золотое лицо, золотой бэтазнак, золотой ремень с логотипом канала «2х2» и золотые узоры на штанцах. Во. Ну, в общем, не зря, наверное, ходят слухи, что Брюс Вейн такой хороший, такой хороший просто золотой человек. Не, реально, смотрите, золотой человек. Или у него желтуха какая-то стрянная такая непонятная. Глаза-то тоже золотые. Ой-ой. Вот. Но это не просто фигурка, это экшн-фигурка. И не просто экшн-фигурка, это шейпинг-фигурка. И давайте. И раз, и два, и раз, и два. Делаем как Бэтмен. Повторяем за Бэтменом. И раз, и два. Ну, наверное, вы не сможете так сделать, прижав одну ножку к другой, сделать полный поворот вокруг своей оси, и при этом мигать фонарем из груди. А Бэтмен может, он же... Эй, Бэтмен. А еще оказалось, что Бэтмен любит... Рёкин-ролл! Да! Ну и последнее предположение, что Бэтмен это просто пафосный мужик в костюме, намазал себе лицо золотом, ходит с распальцовкой и пуляет во всех своими дорогущими штучками. Эй, слышь ты, где детонатор? А? Чё, нет? А если найду? А? Ну, в общем, Бэтмен заждался своего уже соперника, и давайте посмотрим на Халка. И перед нами предстает Халк в черных труселях и с дыркой в попе. Халк настолько крут, что на его ногах даже выросли и позеленели детские ботиночки. Халк готов светить своим прыщом на груди. Халк, крутить! Вонь, хлипкость, и даже этот китайский фонарик на груди все бы ничего, если бы не... Лицо! Это такой Халк. Такой вот Халк. Ха-ха, на этот раз китайцы просто постарались. Я никогда не видел такого Халка. Вы посмотрите, это какой-то... Азиата-Халк. Что он... Что, видите, с лицом? Почему он так выглядит? Что, какие брови? Вы смотрите, посмотрите на эти безумные глаза, на этот внешний вид. И мне... Это все. Это что случилось с Халком? Что это такое? Это, по-моему, финиш, перебор уже. Что это за лицо и что это за детские... Не, ну детские ботинки, ладно, можно еще... Ну, не, хотя это тоже очень странно. Но лицо, это какого-то лицо... Это, может быть, этот кто-то его делал, сделал скульпт своего лица и так решил себя уйковечить. Может быть, он был так же зол на своего работодателя, который заставляет его делать эти ужасные игрушки, что он хоть как-то решил отомстить, не знаю, сделав вместо лица Халка свое. Да, вот такой Халк и такой Бэтмен. Ну, давайте устроим битву. И приветствуем, друзья мои, в левом углу ринга. Зазнайка, сноб и золотой мальчик Бэтмен. В правом углу ринга китайский рабочий, работающий на заводе по производству зеленки, называющий себя Халк. Сделаем ваши ставки, ставьте. Кто же победит? Это бой не на жизнь, а на смерть, друзья мои. Поехали. И, друзья мои, в сегодняшнем бою с очевидным перевесом одного разрубленного Бэтмена победил Халк, самый зрядно пострадавший в этой молотилке, просто в нашей клетке смерти. Но, все-таки, он вышел победителем. Но мы знаем, что супергерои не умирают, и наверняка с Бэтменом будет все хорошо, и он снова вернется в строй. Ставим лайк этому видео, чтобы у вас не было таких ужасных игрушек, как Бэтмен с Халком, а были только крутые и классные игрушки. Всем вам желаю этих таких крутых игрушек, а не этих ужасных. Фу-фу, фу-фу. Вот, на этом все. Подписываемся на канал, да, и вступаем в группу ВКонтакте, и рассказываем в этом видео, друзья. До новых встреч, пока-пока. Удачи! Вэу, Халк, Бэтмена крутить! Редактор субтитров А.Семкин